МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На полигоне Тростенецкий вскоре начнется возведение нового мусороперерабатывающего завода. Комплексный подход уже приносит результаты. О том, как мусор превратить в деньги, разбирался наш корреспондент Анастасия Винчо. В среднем каждый белорус оставляет за год более 200 килограммов отходов. И эта цифра постоянно растет. А вместе с ней увеличиваются в размерах и свалки. Городские власти следуют курсу на сокращение объемов утилизированного мусора путем его вторичной переработки. По словам специалистов, в деле важен комплексный подход. Так до конца года в каждом дворе столицы появятся такие боксы. Специальные помещения предназначены для дворников. Сюда они складируют бумагу, стекло и пластик. Для того, чтобы стимулировать, именно стимуляция самой издачи вторичного сырья, расценки у нас подняты выше, чем для юридических лиц. А эти контейнеры уже вошли в обиход. Зеленые урны с говорящим названием макулатура пестрят во всех районах столицы. Таких контейнеров в Минске 82. До конца года появится еще 360. Не стоит забывать и о привычных контейнерах для раздельного сбора мусора. Только в партизанском районе их более тысячи. Население участвует в раздельном сборе мусора именно в партизанском районе. У нас организованы все условия для того, чтобы этот мусор можно было разделять. Мы дома собираем все в разные пакеты и выносим в контейнера. У нас стоят контейнера возле подъезда. Как правильно сортировать мусор, знают даже дошкольники. В столичных дворах появились мини-контейнеры с понятными рисунками. Что и куда надо выбрасывать, маленькие меньшане знают не понаслышке. Сюда я буду выбрасывать стеклянные бутыки, сюда пластик. Сортировать мусор для города выгодно. Как пример, столичное предприятие Белфторресурс и только за последний год приняло у населения в пять раз больше вторсырья. По сравнению с прошлым. Так приемно-заготовительные пункты не только полностью себя обеспечивают, но и приносят прибыль Минску. Экономически нам выгодно. Мы рентабельно работаем. Первый квартал текущего года 10%. Рентабельность по предприятию. Минский мусор утилизируется на трех действующих полигонах. Северным, Прудищей, Тростенецком. Последний из них, самый новый, выполнен согласно всем стандартам. Территория обнесена двухметровым бетонным забором, а защищает почву от загрязнений специальная пленка. Ежедневно сюда привозят порядка трех тысяч тонн бытового мусора. Свалка уже заполнена на 70%. По словам специалистов, сократить эту цифру вдвое позволит строительство нового мусороперерабатывающего завода. Мощность 100 тысяч тонн в год, переработка твердых и бытовых отходов, бумаги и стекла. Проект завода уже одобрен и прошел соответствующую экспертизу. Запустить предприятие планируют в 2017 году. Планируется строительство завода. В первое время завод будет перерабатывать нераздельно собранные отходы. Пэт-бутылки разлагаются 150 лет. Полиэтиленовые пакеты 200, автомобильные покрышки 500, а изделия из стекла и пенополистирола могут и вовсе навечно остаться на земле. А переработка мусора дает не только экологический, но и экономический эффект. По расчетам специалистов, урегулирование всей системы даже в первый год позволит заработать немалые деньги. Анастасия Винчо, Алексей Ершевич, телекомпания СТВ. Инвестиции в будущее в Минске намерены повысить уровень развития бизнеса и предпринимательской инициативы. О перспективах государственно-частного партнерства сегодня шла речь в Минградсполкоме. Сейчас в столице наиболее актуальная реализация проектов в сфере инфраструктуры. Так, активнее с привлечением инвестиций планируют обслуживать магистральные путепроводы, заниматься утилизацией и сортировкой бытовых отходов, а также вводить в хозяйственный оборот неиспользуемое имущество. К примеру, земельные участки отселённых жилых домов, которые подлежат сносу, готовы отдать перспективным инвесторам под благоустройство территории и новую застройку. Привлечь инвестиционный потенциал частных инициатив и чтобы на принципах разделения рисков, ответственности можно было привлекать бизнес-сообщество для того, чтобы реализовывать проекты в основном, конечно, в инфраструктурных сферах. Почти 100 боевых судеб на одной плёнке. Лучшую короткометражку второго сезона молодёжного проекта «Мой фильм о войне» сегодня представили в Музее истории Великой Отечественной войны. В роли режиссёров выступили активисты БРСМ, а главные роли достались ветеранам Великой Отечественной войны. С экрана бывшие разведчики, связные артиллеристы и радисты рассказывают о нелёгких днях войны. После просмотра хронику воспоминаний в виде антологии из почти 30 фильмов передали в архив музея. Я брал интервью ветерана, чтобы запечатлеть память о войне. Меня тронуло за душу то, что он в 12 лет сам согласился пойти на войну, сам рвался на фронт, хотел защищать свою страну. Впечатления, честно сказать, были незабываемы, потому что это участник, он рассказывал, как было всё на самом деле, как он получил первые ранения, как он узнал о победе. Он рассказывал некоторые вещи, которые никто из учителей по истории не может рассказать. К 9 мая во всей красе Минск задолго начал подготовку к одному из самых торжественных и светлых праздников. Этот день улицы столицы встретят яркими флагами, шарами и победной символикой. Работы по благоустройству города не прекращаются ни на минуту. Так сегодня на площади Победы в небо взмыл праздничный салют. Правда, не настоящий, а на огромных растяжках. Каждый год новая графика на панно. Сейчас смонтировали второе уже. Ребята начинают его крепить. Размер 20 до 20 метров. И сегодня в Минске пройдёт финальная репетиция парада, которая обещает стать самым ярким военным шоу. С 10 вечера будет ограничено движение на проспекте Машерова от улицы Красной до Тимирязева. После завершения тренировки техника проследует обратно к военному городку Вуручье. Движение транспорта будет закрываться в Минске поэтапно на время прохождения механизированной транспортной колонны. Мы рекомендуем водителям учитывать эту информацию и выбирать объединенные маршруты. Также, с учётом того, что уже с 5 часов вечера транспортная колонна будет двигаться в центр города, и, соответственно, улицы будут перегружены, мы рекомендуем водителям не создавать дополнительных заторов, экономить своё личное время и воспользоваться услугами метрополитена. Новые городские подробности завтра в это же время. В студии новостей, которые всегда рядом, работала Ирина Ромбальская. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»